Школьники вернутся в учебные заведения Пермского края 1 сентября. Занятия начнутся в очном формате. Более того, решено провести в школах и традиционные линейки. Ряд ограничений сохраняются. Это частая дезинфекция помещений, разнесенные по времени перемены, чтобы классы не пересекались друг с другом. Рассадка учеников на расстоянии 1,5-2 метров. Долгожданное для родителей заявление прозвучало, я напомню, от краевого министра образования Райсы Касиной. Насколько сложно будет исполнять эти самые требования? Сейчас будем разбираться. У нас в гостях Константин Егоров, исполняющий обязанности ректора Педагогического университета, кандидата исторических наук, доцент. Приветствую вас, прежде всего. Спасибо вам за вашу отзывчивость. Как родитель родителю? Новость прекрасна и великолепна. Но мне кажется, что есть некоторые но. Как вам кажется, как вы считаете, насколько просто будет реализовать все вот это? Однозначно непросто. И понятно, что здесь, наверное, сейчас в этих заявлениях, которые делаются на уровне правительства Российской Федерации, Министерства просвещения и в том числе и Министерства образования и науки Пермского края, наверное, больше политической воли. Почему? Потому что, скорее всего, мы действительно устали, как родители, от той ситуации, в которой мы находились последние 3-4 месяца. Да, побольше. Ну, по факту, если отчитывать от 3-3 марта. Да, да, да. Но, наверное, вот по этой причине мы прекрасно понимаем, что ситуация не должна повторяться. И за эти несколько месяцев, конечно, и школы, и образовательные организации, и вузы получили определенную прививку и понимание, как, в принципе, можно работать немножко по-другому. Понятно, что каждая школа, образовательная организация друг на друга не похожа. Что, собственно, и продемонстрировало, например, то же самое пермское образование, когда каждая школа имела, ну, собственный опыт понимания организации образовательного пространства. Поэтому здесь есть свои сложности, есть куда расти, но я надеюсь, что мы уроки дистанта все очень серьезные получили. И сейчас делаются выводы в части того, как можно организовать процесс. Ну, мне кажется, что, конечно, наиболее действенными мерами, которые могут быть, это работа с расписанием. Говорить о том, что мы откроем дополнительные какие-то ставки в небюджетные средства появятся, или бюджетные средства, на сегодня день их, конечно, нет. Нет дополнительного финансирования в части того, чтобы элементарно оснащать школы, ну, рециркуляторами воздуха. Потому что на это требуются очень большие усилия и средства. Извините, я вас прерву. Давайте обратимся к человеку, который на практике будет это реализовывать. Да, очень интересно, как все это будет устроено. Наталья Кутищева на видеосвязи с нашей студией, директор школы номер 21 города Перми. Наталья Сергеевна, вам добрый вечер. Спасибо вам за вашу отзывчивость. Вы слышали начало нашей беседы, ну, собственно, ее продолжение тоже. Как вы будете это делать в конкретном образовательном учреждении? Ну, смотрите, на самом деле, действительно, ключевая проблема сделать так, чтобы дети как можно меньше пересекали друг с другом. Для этого нами будут реализованы следующие университеты. Во-первых, будет отменена кабинетная система. Каждый класс будет учиться в своем кабинете. На сегодняшний день все кабинеты готовы. Идет процедура приемки образовательных организаций к новому учебному году. В рамках этой приемки происходит полностью обработка санитарная всех кабинетов. Перед первым сентября еще раз такая обработка пройдет. Поэтому вот здесь эта ситуация будет реализована именно тем вариантом, что каждый класс будет учиться в своем кабинете. Наталья Сергеевна, смотрите, насколько реально, ну не знаю, разбить класс на две группы, рассадить учеников на расстоянии полтора-два метра друг от друга. Но помещений же у вас не прибавляется, правильно? Все верно, помещений не прибавляется. Классы максимально будем раздвигать столы и парты, максимально отодвигать ребят друг от друга, максимально оснащаем кабинеты одноместными партами для того, чтобы можно было эту дистанцию соблюсти. Действительно, серьезная проблема разбить класс на две группы, потому что классы на сегодняшний день достаточно большие. И кабинетов увеличить в два раза, школы, которые учатся в две смены полных, это будет, конечно, достаточно тяжело. Поэтому, скорее всего, мы будем сдвигать перемены таким образом, чтобы часть классов учатся, часть классов в переменах. И эту ситуацию можно регулировать. С точки зрения расписания уроков, в рамках реализации в течение уже многих лет муниципальной модели основной школы пространства выбора, наши заместители директоров научились составлять нелинейное расписание, когда идет деление на потоки, когда идет использование максимально учебных кабинетов и загрузка абсолютно всех кабинетов, при этом сокращается количество детей в той группе, которая в данный конкретный момент ведет уроки конкретных преподавателей. Наталья Сергеевна, а что касается преподавателей? То есть, ну вообще, то есть кадровая проблема для школ, она актуальна. А здесь, вроде бы как, по логике, нужны еще преподаватели. А на дворе конец июля. Ну, мы сами понимаем прекрасно, что количество преподавателей к сентябрю месяцу не увеличится ни в два раза, ни даже на 10%. Но, сдвигив расписание, изменение расписания с точки зрения плотности учительских часов, вот эту ситуацию можно отрегулировать в рамках образовательной организации. Угу. Константин, что скажете? Во-первых, будет ли продолжать работу ВУЗ? В какой форме? То есть, ну, со школами вроде как с помощью Натальи Сергеевны мы так немножечко понимание обрели. У вас-то как? Ну, я отвечу про ВУЗ, но я, наверное, только добавлю одно важное, на мой взгляд, существенное замечание. Дело в том, что любая образовательная организация вправе определить объем образовательной программы на тот или иной, ну, в нашем случае, семестр, либо, соответственно, мы понимаем, четверть. Поэтому я вижу один из важных еще выходов решений, это пересмотр образовательной программы, максимальный перенос первой четверти на последующие объема заданий, объема того материала, который, соответственно, вот планируется. В этом смысле задача выдержать сентябрь. Ну, здесь-то смотрите, ведь конец прошлого учебного года, там, несмотря на все проведенные экзамены. Ну, мы же понимаем, что это было, ну, неполное погружение, что ли. Поэтому сентябрь он будет одновременно актуализацией того, что не успели сделать в ушедшем учебном году. И, естественно, задача сентября максимально дистанцировать. И разные формы здесь возможны. То есть, если говорить про университет, то мы прекрасно понимаем, что мы сейчас выстраиваем образовательный процесс, например, для того же первого курса, максимально дистанцировав за пределы университета. То есть, это будет очень интересный образовательный процесс с разными партнерами, на разных площадках мы выстраиваем города. Это будет погружение в городскую среду, адаптация в том числе, и погружение, скажем, в онлайн-обучение. Понятно, что старшие курсы мы точно так же будем разводить, и разводить и посменно, и разводить внутри. Но мы прекрасно понимаем, что сегодня мы получили очень серьезную прививку дистанционного обучения все. И нам не избежать уже смешанного формата обучения. Поэтому крупные потоки, большие поточные занятия, лекции однозначно будут проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. По крайней мере, мы это видим в сентябре-октябре. Практические занятия, конечно, мы будем соблюдать в необходимые меры. И будем приглашать студентов на лабораторные, практические занятия уже в небольшими группами. Ну, у вас-то подопечные-то более взрослые, да? Наверное, дистанционка как-то менее болезненно проходит, чем в школах. Ну, возможно. Дело в том, что мы предложили как университет единые заходы. Мы давно к этой истории готовы были. Поэтому единые логины, пароли, единые личные кабинеты у студентов. И проблема пермских школ у многих оказалась в том, что вот если встать на позицию родителей, я должен был как родитель успеть подготовиться, значит, к уроку в одной системе. К другому уроку я должен был в другой системе подготовиться, либо в ВКонтакте, либо в каких-то других еще системах. И тогда возникали вот такие очень серьезные проблемы. Поэтому сегодня задача перед пермским образованием, которое стоит, это, конечно, единая информационно-образовательная среда. Перед каждой школой она должна возникнуть. В этом смысле единая точка, на которой должны работать, учиться школьники, родители должны понимать, что у них единый выбор. Это ответственность образовательной организации, конечно, с темой управления образованием. Наталья Сергеевна, вы готовы переключаться на дистанционку, на очную форму? То есть, ну опять же, там две разные платформы. Как это у вас будет проходить? В какой пропорции, возможно? Может, какие-то предметы вы целиком оставляете дистанционно, а какие-то в очной форме? Вот смотрите, четвертая четверть, когда мы были вынуждены все по всем предметам уйти на дистанционную форму обучения, дала нам, образовательной организации, педагогам колоссальный опыт работы с дистанционными формами. Действительно, было очень много самых разных платформ. Каждый педагог для себя эту ситуацию отрабатывал и прорабатывал. Теперь, в летние месяцы, и особенно в августе месяце, наша задача – минимизировать количество платформ, на которые будет заходить образовательная организация в том случае, если это будет дистанционная форма обучения. На сегодняшний день мы готовы комбинировать и сочетать. У нас есть август для того, чтобы понять, в каких пропорциях, в каких соотношениях, какие предметы, каким образом мы будем сочетать дистанционную и очную форму. В любом случае, образовательная организация и наша школа в том числе готовы первого числа начать новый учебный год, и мы будем рады видеть наших учеников в стенах нашей школы. Впрочем, как и все учителя, и все директора будут рады видеть своих учеников в стенах своих школ. Наталья Сергеевна, очень позитивный пассаж ближе к концу нашей беседы, но не могу задать еще один вопрос, наверное, уже скорее финальный. А линейки-то 1 сентября вы будете проводить? Понятно, что 1 сентября, особенно для первоклассников, это праздник. И мы понимаем прекрасно, насколько он важен и для детей, и для родителей. Поэтому мы постараемся максимально, с учетом всех требований, которые предъявляет Роспотребнадзор, провести этот день праздничный. У нас заготовлены подарки для первоклассников. Есть подарки от главы Пермского края, есть подарки от главы города Перми. Наталья Сергеевна, подарки... Эти подарки в обязательном порядке будут вручены детям. Подарки прекрасны и великолепны. Мне было важно услышать тот факт, что да, действительно, вы такое мероприятие предполагаете. Вам спасибо большое за вашу отзывчивость, Наталья Кутищева, директор школы номер 21 города Перми, по видеосвязи с нашей студией. Хорошего вечера, Наталья Сергеевна. Всем спасибо. Константин, тоже, наверное, последний вопрос, да? Двойное дно было в моем вопросе к Наталье Сергеевне, касаемо линеек. Зона рискованная, поэтому надо изобрести дополнительные форматы и, очевидно, что... Дополнительные площади. Понятно, что и площади, и свежий воздух будет помогать, и, как правило, погода 1 сентября все равно становится лучше. Но я надеюсь, что линейки пройдут. Конечно, они будут немножко в другом режиме, может быть, более быстрый формат. Конечно, они будут с ограничениями, но, тем не менее, не пройдут. Я думаю, что открытый формат таких линеек нам поможет. Поэтому я за соблюдение традиции и надеюсь, что в нашем университете тоже линейка пройдет на свежем воздухе. Мы встретим всех первокурсников, наконец, познакомимся с ними, потому что мы их сейчас принимаем в онлайне, в ЕГЭ, и мы их не видим, не знаем, и, наконец, хоть 1 сентября на них посмотрим. Может быть. Будем надеяться. Надеемся, что это будет, да. Спасибо вам большое. Константин Егоров, в нашей студии, исполняющий обязанности директора педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент. Но все вместе мы обсуждали, собственно, актуальную для большинства взрослых жителей Пермского края историю, как новый учебный год и особенности его старта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok